сегодня у нас тема зависть зависть или феномен кайна и эта тема она донизывается следующей бусиной на тот стержень на который весь этот цикл лекции построены что это за что это за стержень что это за такая осевая линия и это либидо это наша жизненность это жизненная энергия которая кто-нибудь еще плохо слышит и здравствуйте мы разбирали на первой лекции как либидо реализует себя да то есть либидо всегда ищет возможность слиться с миром с этим объем объектом но всегда ищет объект и когда это слияние случается то мы испытываем удовольствие и мы говорим тогда о любви да мы можем быть поглощенными объектом или мы или мы можем поглотить этот объект но слияние имеет место если на пути к объекту слияния вожделенному объекту возникает какое-то препятствие в виде человека то сила этого либидо обрушивается на него как агрессия для того чтобы смести его с нашего пути и мы говорили о том что это была первая лекция про агрессию и про либидо во второй лекции которая была посвящена благословению и проклятию мы говорили о том что непосредственная физическая агрессия и непосредственно физическая любовь может быть реализована как бы эта страна не звучала культурным образом фрейд говорит что человек который первым вместо камня бросил слова был творцом цивилизации потому что слово есть то что это переходный объект от некой непосредственной реальности физической до удара от от убийства в некую виртуальную реальность и проклятие есть вот этот виртуальный камень а благословение есть виртуальная любовь когда мы выражаем свою любовь к человеку через желание ему добра и это все тоже про либидо а сегодня мы будем говорить о зависти и зависть это такое ну скажем явление которое известно всем фактически во всех культурах и во всех языках нет ни одного языка в котором бы не было слова определяющего это явление при этом самого несмотря что зависть это слово существительное нет такого объекта который бы существовал вот зависть как отдельно взятое явление не существует а что она себя представляет она представляет из себя сложное такое психофизиологическое состояние в котором есть 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 разные эмоции не одна и есть направление энергии как двигается это наша либидо мы говорили с вами о о первом сюжете с которого начинается библия повествует нам о том что адам и его находясь в полном довольстве в раю где все их потребности были удовлетворены тем не менее тем не менее ощутили какую-то нехватку а что же это за такая удивительная нехватка при полном довольстве и оказалось что это желание не потребность а желание меметическим образом получены что к меметическим через заражение через чей-то пример когда человек может хотеть то в чем на самом деле нужды не испытывает и интересно что вот это желание которое пришло как бы извне в библии каким образом нам подчеркивается что она извне она персонифицируется соблазн пришел через змея он пришел извне они изнутри и вот это выделение такой функции меметического желания в отдельную какую-то типа личность да а в библии встречается не единожды и не только в библии например всем известная сказка пушкина рыбаки и рыбки она тоже про это такой бедный рыбак который как бы находится под властью своей злонравной жадной завистливой супруги ненасытной который он не может противостоять и это не он такой жадный и завистливый и ненасытный а это вот некое отдельное от него живое существо которому на самом деле почему ты не может противостоять и он его он эту свою супругу боится такой пример персонификации достаточно часто встречается и что мы видим в этом первом сюжете библейском мы видим нарушение запрета но мы видим также и то что то что фактически в чем состоял нарушение запрета в том что адам и его взяли присвоили себе то что им не принадлежало то есть фактически это воровство если бы имел место скажем так вооруженный грабеж это была другая уголовная история но это было воровство они были застигнуты и этим например состояние зависти отличается от вот этого состояния которое описано вот в этом первом библейском сюжете про дама и его завистник никогда практически не хочет того чему он завидует тем более что очень часто он завидует вещам эфемерным но например ему не нужна машина которой владеет сосед по разным причинам он не в состоянии ее содержать он не умеет водить ему некуда ее поставить он сам боится зависти соседей но он будет очень доволен если этой машины не станет если эту машину украдут или на нее упадет сверху там дерево и раздавит ее или он сам постарается нанести ущерб этому соседу чтобы лишить его того имущества которого вид созерцания которого ему непереносимо и этим он отличается от вора вор хочет конкретно вот именно вот этого там мы сейчас не про моральные какие-то устои мы про то как движется энергия в отношении разных объектов и зависть она что что представляет из себя зависть вот если мы говорим о движении либидо в сторону желанного объекта и агрессии которая должна противостоять всему что мешает этим объектом владеть то здесь в условиях когда соперников нет нет ни зависти не ревности но ситуации в которых их нет в жизни практически не бывает каждый идет но что называется к финишу на своих олимпийских играх в условиях когда справа и слева есть другие бегуны есть такие же спортсмены которые борются вступили в эту же борьбу за этот желанный приз и ему нужно не только достичь этого объекта на самом деле еще и помешать тем кто кто к этому финишу также как он стремится и тогда он вынужден из этой диады желанный объект и соперник перейти к триаде да здравствуйте и что он может испытывать к этому сопернику но понятно что может ничего кроме желания его устранить а значит ненависть и агрессии ничего испытывать не может если соперничество честное а что значит честное соперничество если человек ощущает себя примерно равным по силе то есть способным соперничать тогда он будет толкаться локтями и тогда на самом деле для него более желательно выйти победителем в этой схватке потому что это доставит ему ощущение удовлетворения моя жизненность столь велика что я смог победить обойти на повороте всех этих которые вместе со мной бежали к этому финишу но если он ощущает себя более слабым а значит неспособным конкурировать то его агрессия не может проявляться прямо он должен ее таить а поскольку мы с вами говорили о том что это энергии никуда не девается она в принципе копится на резервируется она ищет своего выхода значит она будет искать себе выхода в каких-то формах ну скажем так недостойного соперничества и такое недостойное соперничество мы с вами разбирали на прошлой лекции когда говорили о благословении когда иаков благословлял исаака вместо своего сына исава ну как бы да здесь имело место коварства этот исаак который видимо был все же не старшим сыном иначе бы ему не надо было опасаться за свое положение может быть ему бы и в голову не пришло соперничать и устранять таким коварным образом своего старшего брата но они были детьми разных матерей и здесь вмешалась женская хитрость а женщины почему скажем так более склонны в исторической ретроспективе к хитрости потому что в силу своей ограниченной силы или вернее в силу отчетливой выраженной слабости в сравнении с мужчинами и приходилось искать каких-то других пути достижения своих целей и что придумывает эта мать как устранить этого соперника но мы об этом подробно говорили исаак убил двух козлят из семейного стада это очень важно и сав был послан убить дикое животное то есть вне семьи совершить убийство вне семьи а исаак убил в семейном стадии то есть это внутри некой общины и поскольку отношения между людьми и животными всегда были достаточно тесными особенно в те давние давние времена как мы можем это реконструировать можно предположить что и он убил двух козлят вместо одного спрашивается зачем было убивать дух старший был послан убить одного и по мнению такого известного антрополога имя которого я хочу чтобы вы тоже знали это рене жерар у него есть несколько книг который мне кажется имеет смысл прочитать они достаточно серьезные на большом антропологическом материале построены рене жерар у него есть книга которая называется насилие священная следующая книга у него козел отпущения есть книга которая называется я видел сатану падающего как молния и каждая из них на самом деле тоже имеет сквозную такую тему эту тему тему насилия да как вот той обратной стороны жизненности агрессивности и он говорит что почему нужно было пойти и убить кого-то прежде чем получить благословение а для того чтобы можно было это благословение принять отвести сыновью агрессию от отца но на какой-то замещающий объект и возможно в этой семье были еще другие дети и исаак который завидовал и соперничал не только со старшим братом и самым возможно соперничал с другими детьми и как часто это бывает в таких ну например кто смотрел великолепный век все знают что приход к власти на на трон одного из сыновей из отрасных жены с гарема фактически означает что все остальные претенденты на трон должны быть уничтожены и возможно убийство этих двух барашек спасло других детей которые таким образом остались живы благодаря тому что агрессия исаака была отведена и вот здесь интересный момент который который описан нам во втором библейском эпизоде значит первое это изгнание из рая а второй это убийство каином авеля и как повествует нам библия и уже пять тысяч с лишним лет нам об этом повествуют что это было сделано это брата убийство было совершено из зависти кто был каин каин был старший брат авель младший что это означает это означает что когда авель появился на свет мир уже состоял не только из его родителей но его старшего брата и в этом смысле он принял его таким как есть но ситуация другая для каина который был например первенцем и претендовал и возможно там находился какое-то время в ситуации когда его мать и любовь его отца принадлежали ему безраздельно а потом появляется следующий ребенок и отнимает мать и это соперник и конкурент и понятно что и мы знаем этой по сегодняшним детям обычно появление в семье ребенка даже неважно какого пола мальчика ли это девочка вызывает на самом деле ревность ревность старшего ребенка и ревность это не может никак обойтись без агрессии в отношении того кто кто посмел родиться после это первое второе как проходило их детство мы не знаем и библия говорит что они выбрали разные выбрали или им назначили разные сферы приложения их сил каин был земледельцем землепашцем он обрабатывал землю и надо думать трудился тяжело а кто был авель а он был скотоводом скотопастом но пасти скотно возможно веселее чем обрабатывать землю можно там и на на травке полежать и там на дудочке поиграть и на небо полюбоваться и и может быть в этом смысле он был более доволен жизнью и может быть именно это было предметом завести каина жизнь легче сытнее менее затратно но есть еще один момент они принесли оба жертву богу что такое жертвоприношение ну традиционно считается что жертвоприношение это коммуникация между тем кто жертву приносит и тем кому она приносится то есть это на самом деле акт общения и в этом акте общения произошло следующее дым от костра от жертвы принесенной абелем поднялся к небу а дым от жертвоприношения каина к небу не поднялся а как бы он стелился вдоль земли и какой вывод делает из этого каин такая интерпретация очень интересная он делает вывод по направлению дыма о том приятно ли жертва богу это жертва принял ли бог эту жертву или нет дым такая эфемерная вещь такая же эфемерная как на самом деле любовь и благоволение отца и мне думается что здесь я такое небольшое отступление сделаю мне думается что несмотря на то что каждое слово в библии истинно это не значит что то что те картины которые рисуются ввысь в библии надо понимать буквально что-то в них все-таки зашифровано и например если мы с вами но с вами сейчас могли рассмотреть картину адама и евы в отношении бога в район где нет соперников почему там не было соперников можно думать что это брат и сестра и что скорее это ситуация инцеста и они изгнаны из рая потому что нарушили какой-то запрет отца соперников нет следующая ситуация после изгнания эта ситуация соперничество семья растет появляются новые люди более сложные коммуникации в общине и фигура бога очень часто приходит как замена фигуры отца но если принять во внимание что это предание пяти пяти тысячелетней давности когда представление о боге сильно я думаю отличались от более поздних представлений да сегодня никто не представляет себе бога как старичка на облаке да и когда там гагарин полетел в космос и мне кажется там отец николай гурьянов сказал о гагарин-то в космос летал а бога там и не видал это же не про то что бога нет это про то что представление о боге вот такие вот но можно сказать примитивные да они на самом деле ну уже устарели и наше понимание бога в историческом таком в прогрессивном плане она меняется и первый бог для человека это конечно его отец вершитель его судеб да и если бы эта история дошла до нас как история такая вот был один отец который изгнал своих детей за то то и за то она не имела бы такой воспитательной назидательной и преобразующей силы как история когда это не просто отец это самый высший авторитет и тогда тогда подчинение этому авторитету имеет абсолютную силу я думаю что здесь тоже некая замена поскольку мы говорили о том что как либидо может смещаться от одного объекта другому так и например любовь к отцу может быть смещена на фигуру бога и может быть каин который был недоволен тем что авилю доставалась от отца больше любви больше внимания больше благоволения но дал ему лучший удел скотоводом его сделал например да может быть это недовольство отцом и невозможность выразить это прямо ну потому что как бы есть страх усиливает то есть здесь же имеет место ревность ты не додал мне ревность это ты не додал мне то что я хотел бы что принадлежало мне и только мне а зависть это когда я сравниваю ты дал ему больше чем мне и почему ему больше и мне нестерпимо что ему больше и здесь как бы две вот эти агрессии складываются одна против вот этой несправедливости вопиющий почему другому больше а другая это вот вытекающие из ревности к отцу и каин который наполовину природное существо потому что он не 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 проклятие в него бросил он его физически убил то есть одной ногой он еще собственно вот вполне это природное существо да он его убивает а бог всеведущий всеведущий всевидящий при этом спрашивает его каин где твой брат авель а что отвечает он ему я не сторож брату моему что это означает а кто сторож кто-то должен был сторожить этого авеля чтобы не произошло вот это то что произошло ответа нет вообще если внимательно прочитать как бы вот эту историю про каина авеля там есть очень интересный момент когда бог как бы предупреждает каина он ему говорит смотри ты почему не поднимаешь лицо твое кверху ну типа не смотришь мне в глаза наверное ты замыслил недоброе тот кто замыслил недобрый не смотрит в глаза уклоняется также как уклонился дым который кверху поднимался к отцу со всей своей любовью значит посылал авель а дым каина уклонился также как его взгляд от отца и грех лежит у порога если ты вот в этом состоянии находишься вроде бы он его предупредил тем не менее каин как бы даже не внял этим словам отца почему не внял а может быть не так обстояло дело а может быть дело обстояло ровно наоборот что это мораль сей басни тот вывод который делают люди передающие эту историю смотри если это за если ты завидуешь если ты не можешь прямо смотреть в глаза значит у тебя на сердце что то есть камень на сердце недоброе обрати на это внимание то есть это назидание нам но оно пришло позже после ну вообще очень очень часто это бывает такая и в библии это очень часто такая как бы обратная перспектива такая же как в иконописи да когда дальше предметы которые дальше они на иконе не меньшего размера они на самом деле даже большего так и тут происходит некая перестановка слагаемых мест мест местами до важных каких-то для того чтобы они стали более может быть выпуклыми более заметными более важными например есть такое такой момент в библии когда он касается явление моисея до изгна и исхода евреев из египта да и про моисея при этом говорится что он был косноязычен очень интересная такая фраза что такой моисей значит это человек еврейского происхождения ну там семитского происхождения да это были семитские племена которые в это время жили на севере египта и по преданию он во время какой-то там опасности там резни еврейских младенцев мать его желая спасти положила его там в корзинку пустила его воды нила и корзинка прибыла к берегу и сестра фараона эту корзинку увидел этого младенца взяла и вырастила его как своего сына то есть он воспитывался как принц как и соответственно получил прекрасное образование а что происходило в это время в египте а в это время в египте пришел к власти тут он хамон который правил всего 17 лет это было время расцвета египта когда когда было захвачено очень много новых земель и к египту были присоединены разные царства и появилось такое разнородное государство в египте было полно своих языческих местных богов в каждой местности своих но их количество увеличилось и чтобы удержать эту империю нужно было нечто что ее объединяло и это должна была быть какая-то религия которая была бы принята всеми и ничего кроме единобожия лучше подойти не не могло и в этом смысле первое внук в истории там человечества ситуация единобожия единого бога на все было в египте этот тут он хамон это был бог амон бог солнца не ра которое физическое тело а вот тот всеведущий всеведущий там наполняющие мир а бог амон понятно что жрецы всех этих других богов были страшно против того чтобы их лишили на самом деле удела кормежки да там у каждого в свой приходе каждый как-то кормился от своего божества теперь они все отменены на них гонения и теперь значит внедряется но новый бог и видимо это в принципе удалось сделать и есть такая версия что моисей маша это египетское имя он по таким именем и в иудейской традиции и упоминается собственно говоря вы и был воспитан в этой в этой религиозной традиции но тут вот что случилось и этот тут он хамон правил всего 17 лет через некоторое время он умер и тогда наступил праздник на улице всех тех которые бедствовали когда он внедрял эту новую религию новую идеологию и вполне возможно что на тех кто был последователем это новой религии в этой ситуации возникли гонения теперь они стали гонимыми и возможно этот маша который при дворе египетского фараона воспитывался не нашел ничего лучшего как пойти к этим семитским племенам которые жили на севере которые ну вообще-то были там ну если не в пленении то по крайней мере в ну в некоем это же не было их государство они же чувствовали себя там достаточно ущемленными и принес им эту новую новую религию именно поэтому возможно в иудейской традиции считается что сам моша есть благая весть сам он откровение и когда вот бог посылал его вывести евреев но освободить их из плена египетского то этот маша и моисей говорил ему ну как я могу там пойти к фараону и говорить с ним я же косноязычен а он ему говорит с тобой пойдет аарон он будет твоим как называется человек который толкует толкует какие-то не 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 прорицателем от не толкователем но есть пророком он будет твоим пророком а он ему опять ну как я буду я же косноязычный вот с тобой пойдет аарон он будет твоим пророком и это очень странная ситуация человек который вырос при дворе фараона не может объяснить фараону ну типа брату своему слушать пусти ты их этих этих евреев отсюда да ему для этого должен переводчик какой-то пророк и толкователь посредник между ним и фараоном очень странная ситуация но она перестает быть странной если мы применим вот эту обратную перспективу и предположим что этот маша который говорил по-египетски пришел к семитам и принес им вот эту вот это вот откровение о едином боге а с ними он мог говорить так типа моя твоя не понимай и как раз ему-то для разговора с этими семитскими племенами очень требовался переводчик то есть пророк и вот эта перестановка место с головы на ногу и так далее она очень часто в библии присутствует но это я так немножко конечно увлеклась от зависти далеко а что меня туда увело а то что вот эта мораль что бог-то предупредил и что там недоброе у тебя на сердце да она где как она еще тоже работает в этой в этом сюжете но может быть это не бог был недоволен каина может быть это не он отверг его жертву ему может быть каин приписал ему это свои негативные чувства на него перенес который не мог осознать и не и поэтому вытеснял и здесь много много в этом смысле вопросов а также тот а вот прошлый раз у меня задавали вопрос а почему бог его типа не наказал во первых оставил в живых несмотря на то что есть хотел сказать черным по белому на самом деле высечена в камне на скрижалях завет не убить до заповедь не убить почему он не воздал ему тем же не просто не воздал он его выгнал с той земли который впитала в себя кровь каина причем библия поэтично это говорит открыла уста и впитала земля у земли как бы были уста то есть это еще один такой намек один еще отсыл на то что но скажем жертв жертвенная там кровь потреблялась и что жертвоприношения ну когда-то было понятно человеческим он его изгнал а тут ему говорит ну как же я пойду туда где нет защиты твоей здесь вопрос адам и его ради родили каина и авеля а там оказывается за пределами еще кто то есть кто его может убить откуда они взялись здесь возникает вопрос может быть это опять про воспроизведение какой-то родовой ситуации когда какого-то нарушителя закона изгоняли из рода и он шел к чужим а значит опасным людям и и про то что библия не может быть поняты буквально ну на мой взгляд а бог ему говорит тот кто тебя убьет ему воздаст а всемиро почему за убийство авеля не вообще не воздалось а за кайна убийцу и завистника цена в семь раз больше но чтобы это не произошло я сделаю знамение чтобы было понятно что тот кто тебя убьет получит вот такое семикратное наказание поэтому тебя не тронут ну каин видимо благополучно там где-то на чужой стороне на чужбине жил потому что он там у него была жена они родили еще детей и там их родословие продолжается и наконец значит там был у него такой внук ламех и этот ламех в какой-то момент говорит своей жене и по моему своей дочери но призывает их и говорит знаете я убил своего там типа сына и внука но кто убьет меня если закаяна в 7 раз это цена будет больше а в меня за меня 70 раз 7 раз там как бы по 7 то есть еще больше вот это например загадка которую я так и не смогла пока никак расшифровать это на мой взгляд очень непонятно самая загадочная вещь вот в этой истории о зависти и который привела к убийству но с другой стороны если зависть это естественное следствие природное следствие естественной потребности любого живого существа реализовать свое либидо то есть свою жизненную силу то лишить человека зависти можно видимо только лишив вообще истребить это в человечестве можно только истребив вообще все человечество и все мы в этом смысле каиного семя потому что мы все несем в себе и эту способность завидовать но способной завидовать не столь плоха как может показаться на первый взгляд она становится деструктивной когда она патологическая но она придаёт ей некое конкурентное преимущество. Если я не завидую, то есть я не проявляю эту свою жизненность, я слаб, меня могут затоптать. То есть когда я завидую, значит, я тоже хочу. Это моя вот как бы вот эта сила, она как бы, да, возмущается, почему не мне. И зависть отличается от жадности, которая тоже является природным свойством человека. Ну, я хочу ещё больше, больше, больше. Жадность – это как насос. Ну, столько, сколько я могу поглотить, сколько я могу вместить. Можешь вместить – вмещай. Зависть про то, что я не могу видеть, как другой вмещает больше и получает больше. Это про то, как мне нужно согласовать своё положение в этом мире с потребностями и желаниями других людей. Ну, если мы с вами живы, и цивилизация наша, в общем, не погибла, не загибла, то она существует, мне кажется, потому, что, ну, на самом деле, этой зависти нанесено было множество поражений. То есть люди научились обуздывать её. Сами вот эти вот силы, о которых мы говорим, они настолько мощные, что они могут потрясать основание нашей цивилизации так же, как потрясает землетрясение, цунами, взрыв, извержение вулкана. Но мы научились что-то предсказывать, строить дамбы, не селиться в жерле этого кратера, этого вулкана. То есть мы понимаем, каковы эти процессы, научились от них защищаться, согласовывать как-то и так далее. И, ну, значит, задача фактически не истребить в себе зависть, поскольку это невозможно, и Бог это признал, не убив Каина, а научиться с нею, во-первых, видеть её и обращаться с нею так, чтобы она не была разрушительной не для нас самих, а каждый знает, что какое-то тягостное чувство, да, не для окружающих. Например, гнев, но никто, ну, как, гнев – это ярость, это кровь, это краска, это красный цвет, бык красный, да. А зависть – это что? Позеленело от злости. Что такое позеленело от злости? Когда человек зеленеет от злости? Когда он видит, что другому хорошо, и его вот эта вот энергия гнева и агрессии не может быть прямо выражена, она удерживается. Значит, это приводит к спазму, на самом деле, спазму желчных путей. Желчь разливается, мы зеленеем от злости. Она, если мы так переживаем эту зависть, ну, никому не позавидуешь, завистнику не позавидуешь. Завистнику плохо ещё вот почему. Если ревность, то есть отношения такие, я хочу, чтобы ты принадлежал мне, и твоя любовь принадлежала только мне, это вообще-то про любовь. И это про то, что как ты можешь у меня эту любовь отнять, ты даёшь её мне мало, то про любовь. Это амбивалентное чувство, потому что я могу предъявить претензию тому, кто меня обделил, да, как ты смеешь. Если у меня есть силы предъявить претензию. А зависть, в зависти вообще любви нет. В зависти есть только ненависть. И если в отношениях ревности, это вообще-то отношения, есть тот, кто любит, и тот, кого любит. Отношений между завистником и тот, кому он завидует, нет и быть не может. Потому что каждый из них на самом деле желает только одного, чтобы другого не было. Это не про отношения. Это про то, чтобы не было того, кто вызывает у тебя это чувство. И зависть это такое, там, чувство или такое состояние, которое, ну, с которым не поделишься. Мы его стыдимся, зависть осуждаема. Мы не можем прямо сказать об этом. И вот этот вот запрет, табу на открытое проявление зависти, он есть и в языке еще вот в какой форме. Мы не можем сказать, например, мама, если ты не купишь мне такой-то смартфон, ты вынудишь меня завидовать Пете. Я буду ему завидовать. Нет. Мы говорим, если ты не купишь мне смартфон, это будет несправедливо, потому что там у Пети есть, а у меня этого нет. Человек, который в состоянии сказать, я тебе завидую, на самом деле не завидует. На самом деле он уже преодолел в себе эту зависть, как то, чему он не может противостоять. Что он говорит? Зависть всегда появляется в результате сравнения. И она социальна по своей природе. В отсутствии других зависти не может быть. Мысль потеряла. Кто напомнит? Да, во-первых, она, конечно, только через сравнение. Зависть – это сравнение. Спасибо большое. Да-да-да, сравнение. Вот я произвела это сравнение своего положения с положением конкурента. И вижу, его положение хуже моего. Тогда я могу с ним вступить в соперничество, в конкуренцию, победить и получить удовлетворение. Если я оцениваю это как то, что его положение лучше, чем моё, только тогда, когда я оцениваю, что его положение лучше, чем моё, и у меня нет ресурса с ним соперничать, вот тогда я начинаю ему завидовать. Я завидую, потому что чувствую себя слабее, чем он. Он в этом смысле лучше, чем я. Он может быть более талантлив, и более успешен, а я менее успешен. И вот это сравнение, сделанное не в мою пользу, отравляет мне жизнь и заставляет зеленеть от этой злости. Но, если я понимаю, что да, его положение лучше, чем моё, моё хуже, но в принципе, я в состоянии добиться того же, не отнимая у него, не уничтожая его, я получаю возможность не ревновать. Я добиваюсь. И тогда мы говорим, что зависть может быть даже, ну, как бы, неким стимулом для достижения. Да, я вижу, что может, чего может достичь другой, и думаю, ну, а чем я хуже? Для этого надо понимать, что я не хуже, надо иметь уже такую самооценку и такое самоуважение к себе, да, я тоже могу добиться. И тогда моё либидо, оно получает возможность двигаться, собственно говоря, проблема же, когда оно не может двигаться. И даже я могу сказать себе, что да, я, наверное, никогда не достигну того, что достиг этот человек. Я никогда не буду Майей Плесецкой. Я там никогда не буду Шаляпиным. Я никогда не буду, там, Андреем Рублёвым. Ну, потому что Бог не дал мне таких талантов. Но я понимаю, как было бы прекрасно, если бы у меня такие таланты были. И тогда я могу сказать, как я завидую тому, что у тебя этот дар, этот талант есть. И это без ущерба для себя, потому что на самом деле я понимаю, что эти таланты как-то так распределены не по справедливости, не потому что я хуже, а он лучше, а потому что, ну, досталось или нет. И культуры цивилизаций, в которых есть такой концепт, который называется судьба, фортуна, рок или Бог, несповедимый пути Господней, когда то, что мы имеем, не есть обязательно прямое следствие того, там, хорош я или плохо, а потому что так получилось, ну, так вот дано, то это тоже одно из, очень-таки один из важных механизмов, который позволяет мне не завидовать, или, по крайней мере, видя это неравенство, эту несправедливость, не испытывать гнева по отношению, ну, там, к Богу и к тому, что другой обладает преимуществами в сравнении со мной. Культуры, в которых такого концепта нет, целиком построенной на зависти, там вообще ничего не происходит без зависти. Мол, не ударила и загорелся, значит, там, сток сена, это потому что сосед позавидовал, корова там сдохла, это потому что соседка там у нее дурной глаз. Что бы ни произошло в жизни, оно происходит потому, что кто-то тебе, ну, послал проклятие или тебе позавидовал, практически одно и то же, да. Но зависть от проклятия чем отличается? Тем, что она слабесна, проклятие слабесно, а зависть, она бесславесна, да. Ну, в этой ситуации, если зависть такая, она правит миром, ну, понятно, что ее надо бояться. И мы боимся чужой зависти, потому что боимся вот этого дурного глаза, мы знаем, как она может быть разрушительна, нам позавидуют и лишат нас наших преимуществ. И это одна из причин нашей скромности и того, что мы можем сами себе поставить границы, сказать, ну, нет, пожалуй, здесь я остановлюсь. Владычицы морской, я, пожалуй, не буду, я вот соглашусь на то, чтобы терем у меня просто был, да. Мы как бы эту меру находим. И страх этой зависти, он настолько силен, что, знаете, вот в нашем современном мире, я знаю, какой-то такой, ну, можно сказать, может быть, это даже не был эксперимент, но это некий факт, описанный в наше время в одном из американских университетов решили пригласить на должности вакантные самых лучших профессоров со всего там мира и им установить оклады, ну, в разы больше, там, существенно больше, чем тем преподавателям, которые уже работали в этом университете. И что вы думаете? Большинство этих людей отказались прийти на зарплату, превышающую их в их родных университетах и прийти на зарплату, которая вот была настолько, настолько большой в сравнении с зарплатами остальных преподавателей, что не могла не вызывать их зависть. Они побоялись этой зависти. Как же на нас будут смотреть другие? Нет, 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 мы этого не сможем. Мы не можем получать столько. Я не могу носить шубку, потому что на свете так много бедных людей. Я не могу там то-то, потому что на свете там то-то, то-то. Это страх зависти. Это не значит, что я сейчас говорю о том, что не должно быть там милосердия, гуманности, помощи тем, кто нуждается, безусловно, должно быть. Но про то, что вот это ограничение, которое позволяет нам умерить свои даже не потребности, а желания, и это ограничение приносит в мир зависть. И у нее в этом смысле есть и какая-то благая такая функция, она явно сдерживающий момент. Что еще важно про зависть? Ну, давайте еще немножечко про зависть, ревность, про то и про коварство. Когда мы воспринимаем чье-то преимущество как нестерпимое, но не можем вступить в конкурентную борьбу. Ну, например, яркий, яркий пример такого положения вещей это, конечно, Шекспир от Элла. Да? Значит, от Элла любит Дездемону. Дездемону любит от Эллу. Кому это нестерпимо? Нестерпимо это Родриго, который в Отеллу влюблен, в Дездемону влюблен, но не может рассчитывать на ее взаимность. И это даже не ревность, это зависть от Элла как к более удачливому сопернику. Как проявляется его зависть? А у него есть друг такой, зовут Ягу. Он говорит этому Ягу, «Слушай, ты, мне друг, а позволил себе принять назначение там, лейтенанта, из рук этого недостойного Мавры от Элла. Как ты мог? А Яга, тоже недоволен от Элла. А чем он недоволен? А он недоволен тем, что должность, на которую он претендовал, на эту должность назначен Кассио. То есть он более удачлив, чем Яга. И он завидует этому Кассио. И тогда, значит, у него такая хитромная комбинация возникает у Яга. Он хочет направить зависть Родриго на Кассио, которому завидует сам. И так, чтобы пострадал и Кассио, и Отелло. А как может пострадать Отелло? А Кассио может пострадать, если его представить как соперника Отелло, как тот, который отбил у него Дездемонну и вступил в преступную связь с ней, что есть измена. А Отелло пострадает, потому что, имея такой необузданный нрав, он не удержится, он либо этого Кассио порешит, или с Дездемонной разберется, несмотря на то, что он ее любит, потому что гнев как-то и посмело отдать другому то, что принадлежит мне, он может на Дездемонную вылиться. И это сработало. Но, правда, не до конца, потому что все-таки коварный план был открыт, и пострадали и этот самый Родриго, потому что там в затейной драке Родриго был все-таки там ранен, и, мне кажется, даже там убит, Кассио тоже был там, убежал. В общем, но факт остается фактом. Отелло Дездемонну убил. Вот он только ревновал или он в том числе завидовал. Это большой вопрос. Иногда это так трудно отделить одно от другого. Поэтому там, где присутствует любовь, мы говорим о ревности. Там, где любви нет, мы говорим о зависти. Ну, в этом треугольнике как бы, да? Я не сильно по времени увлеклась. Еще интересный момент такой. Вот хочется мне беспреданницу вспомнить. Когда Карандышев, вот он что, он ревнует свою невесту, то, что он завидует этим там богатым купцам Кнурову, и, не важно, фамилию забыла, это понятно, точно завидует и ревнует, не может выразить, соперничать точно не может, чувствует себя слабым и униженным. И единственная возможность на самом деле ему убить свою любовь и свою невесту по типу, так не доставайся же ты никому, да? И это тоже очень часто такой вариант, чтобы и с одной стороны, а с другой стороны это однозначно еще и агрессия, направленная против самого себя, потому что после такого убийства, что с ним... Да, да, это самоубийство фактически. Он мог бы не убивать ее, он мог бы убить самого себя, это было бы то же самое, но перед этим он все-таки расквитался таким образом, потому что она не досталась никому, вот вам, да, как бы, он какое-то удовлетворение здесь получил. Интересно, что вот разные другие чувства и состояния человеческие, они могут быть изображены посредством разных художественных так, художественных средств, например, можно нарисовать человека, и это будет однозначно понятно, что это горе, скорбь или радость, а вот зависть нельзя нарисовать в отсутствии других людей. И именно поэтому, например, известная картина Мунка, где вот как раз там зеленый этот человек, да, там зависть, ревность, соперничество, это всегда они, мы можем понять, про что это, только когда есть вот эти действующие лица. Еще раз про то, что зависть это социальное, социальный феномен такой. Вот, и теперь, наверное, самое время поговорить о том, а как же, как же этой зависти противостоять, да, как с ней бороться. Ну, с незапамятных времен, по крайней мере, со времен Аристотеля, Будды, это там 5-6 веков до нашей эры, Синеки, это первый век нашей эры, ну, про христианство я уже молчу, да, основным антидотом, лечением от зависти является благодарность. А что такое благодарность и почему она способна от зависти вылечить? Ну, когда мы говорили, что зависть возникает в результате сравнения, тут больше, чем у меня есть, куда направлено мое внимание? Оно направлено не на то, что у меня есть, а на то, что есть у другого. При этом я ощущаю в себе некую нехватку и пустоту. У меня меньше, чем тут. Но если фокус моего внимания направлен не вовне, не на другого, а на себя и то, что есть у меня, тогда я могу ощутить на самом деле удовлетворение от того, что у меня все-таки есть и радоваться тому, что есть. Почему удовольствие здесь может возникнуть? Почему может возникнуть радость и удовлетворение? Потому что мое либидо, обращенное на то, что у меня есть, нашло таки объект, с чем ему слиться. Ой, оказывается, у меня есть вот это, да, у меня есть здоровье, у меня есть дом, у меня есть семья, у меня есть дети, я жив, да, я могу этим наслаждаться, наслаждение всегда от слияния. Когда мое либидо обращается на то, что у меня есть, то я могу вкусить плодов этого, да, это очень важно. И, собственно говоря, я могу испытывать радость, я радуюсь тому, что у меня есть благодарность, с радостью как-то они коррелируют. И здесь еще такой момент, да, вот мы говорили про жадность, это про насос, который вот хочет все втянуть в себя. Мы можем говорить про скупость. У меня может быть очень много, но это то, чем я не пользуюсь, то, чем я служу, чему я служу, и с чем у меня на самом деле нет слияния. Потому что я не пользуюсь, у меня нет возможности вкусить. А вот, например, бережливость, она как раз про вот это вот, про то, что у меня есть. Я берегу то, что у меня есть, потому что оно мне нравится. Я им дорожу. Ой, какая моя лошадка, ой, какая чудесная у меня машинка. Ох, какой у меня запорожец. Да, с бампером, с кем-гурятником. Он мне нравится, я могу радоваться, да, и беречь его, потому что это то, ну, с чем я, чем я могу пользоваться. В отличие от того, чем я не могу пользоваться, это же моя нужда. Я сравниваю, тут у меня пусто, и у меня нет никакой прибыли от этого, да. Но с благодарностью не все так просто. Например, Синека, там у него есть такие нравственные письма, по-моему, Луцилу он писал, он говорит, что благодарность это ответное деяние на чье-то благо деяние, тебе кто-то это благо оказал. И словари, вот это слово благодарность трактуют так, признательность за благодеяние. То есть первое, что нужно сделать, нужно признать этот факт, что благо было, что тебе его дали, оказали, нужно признать. Но тут еще важный вопрос, надо его принять, потому что благо может быть непрошенным, благо может быть таким чрезмерным, что мы чувствуем, что мы не в состоянии отблагодарить. Почему, например, наш долг перед родителями, ну, мы всегда в неоплатном долгу, потому что никогда мы не можем отдать им столько, сколько они вложили в нас. Мы детям потом это отдаем. И Синека говорит, у того, кто первым это благодеяние сделал, всегда есть преимущество. Перед нами. Он уже нам оказал, и он этим нас как бы даже обязывает. Конечно, наша благодарность делает добровольное. Если она не добровольная, то она не благодарность. Мы можем, конечно, сделать реверанс, сказать спасибо, но это не благодарность. Это не про то, что можем ли мы испытать удовольствие от того, что мы этот дар приняли, мы с ним слились. Да, беру, принимаю, спасибо большое, как хорошо, что ты мне это дал. И если у нас есть чувство неприязни к тому, кто нам этот дар дал, то мы и принять не можем. Мы вроде бы и вынуждены, ну, потому что мы же в нужде, но что делать, придется взять, но благодарить не хотим, потому что ощущаем, что у него есть преимущество перед нами. всякий дающий, как бы сильнее, чем тот, кто берет. И когда мы берем взаймы, мы не радуемся, хотя нам дали, потому что мы понимаем, что мы в каком-то странном положении, тот, кто нам, у кого мы занимаем, он сильнее, он в лучшем положении, мы даже завидуем ему. Но мы радуемся, когда нам удается отдать долг. «Наконец-то мы ничего не должны!» Да, мы свободны от этого долга. А Будда, например, говорит, что первое чувство, которое он испытал, первое состояние, когда он испытал просветление, сидел под каким-то там деревом, и там что-то с ним происходило, он медитировал, и вот снизошло на него просветление. И как только он просветился, он испытал благодарность к дереву, которое укрывало его от солнечных лучей, к дождю, который там это дерево питало, к источнику. Благодарность. Благодарность есть первое, что приходит к человеку, когда он просветлен. От чего просветлен? На самом деле от своей ненависти, от этого освобожден, от страсти, злобы, зависти, недовольства от несправедливости и так далее. Он может радоваться тому, что есть. Просветление – это и есть радость по поводу того, что есть. Но в христианстве все-таки мне кажется, что благодарность скорее понимается как обязанность, как долг. и то, что она вменяется, очень часто приводит к тому, что это воспринимается как бремя, бремя благодарности. Например, Эммануэл Кант прямо говорит, что это бремя благодарности. Но мне кажется, что это как бы не совсем правильно понятая ситуация. И она может быть не совсем правильна потому, что, ну, как мы знаем, христианство запрещает агрессию, запрещает зависть, осуждает их как грех, но запрещает. И в этом смысле не дает возможности посмотреть на них адекватно, что это такое. потому что известно, что если человек не знает, как он куда-то попал, он не знает, как и оттуда выйти. Поэтому, если мы понимаем, что зависть это вот то-то и то-то, и мне, чтобы от зависти избавиться, мне просто нужно себе сказать, ох, какой это ужасный грех, это смертный грех, и я такой плохой, потому что я испытываю зависть, а я понимаю, что все, что мне нужно, это вот этот вектор изменить от недовольства тем, что у меня есть надовольство к тому, что у меня есть, то я с этой завистью смогу что-то сделать. И здесь, ну, скажем, при той невиданной высоте нравственных устоев, которые задает христианство, оказалось невозможным с этими страстями адекватным образом разбираться. И поэтому человек, не имея инструментов, даже, даже, мы почему прибегаем к молитвенной помощи? Она нужна. Я не отрицаю ее, но когда мы говорим, Господи, избавь меня от зависти во мне, это значит, что я не знаю, как мне самому с этой завистью справиться. Если я говорю, Господи, там, избавь меня от гнева, это значит, что я не знаю, что мне с моим гневом делать. И я могу сто раз покаяться в этом, но если я не знаю, как я туда попадаю, я опять и опять туда попаду. И вот здесь, ну, такая недоработка с моей точки зрения имеет место вот в этой такой, ну, скажем, концепции борьбы с грехами. Чего нет? Фактически, да. Фактически, да. Это что-то порождает зависть, потому что если ты понимаешь, что ты тоже можешь быть успешным, с не в этом, но в чем-то другом и найдешь в себе свои таланты, как бы разберешься с самим собой, что Бог дал тебе, ему он дал то, а что он дал тебе, иначе уже это развивай, то она, соответственно, будет сама собой в зависть, она просто растворилась. Да, конечно. И вы знаете, очень часто вот бывает, ну, так, что человек приходит и говорит, вы знаете, я не знаю, что мне делать. Вот мне, наверное, надо смириться со своей судьбой, или мне что-то мне надо менять, мне очень плохо. Но вопрос не в том, чтобы мириться с судьбой как таковой, а надо выяснить, а с чем именно тут надо смиряться, а с чем смиряться вовсе не обязательно. Что есть некое ограничение, которое никто тебе не вменяет, как необходимое, да, и, собственно, никто и не считает, и не будет считаться грехом никем. А что на самом деле, ну, тебе придется принять? Ну, например, тебе придется принять, что кроме твоей воли существует воля других людей. И, собственно говоря, тебе придется это признать, да, то, что ты не можешь заставить другого человека быть другим. Вот это надо принять. Но договариваться с ним, там, говорить о своих желаниях, потребностях, чтобы быть услышанной, там, и так далее, это все возможно. Но вот в этом смысле восточные практики, которые, ну, мне тоже есть возможность сравнить, например, с тем, ну, китайцы, вот такой народ, там, с одной стороны, они, понятно, что в ситуациях, когда нужно воевать, там, отстаивать, нападать и так далее, они достаточно воинственные и вполне успешные. Но в такой вот жизни, а их ведь очень много, их очень много, китайцев, они очень миролюбивы. И очень часто все, что происходит, не вызывает у них никакой агрессии. Они улыбаются, говорят, да, хорошо, да, согласны, да. И европейцев это приводит, ну, у меня просто есть хорошие знакомые, которые работают в Китае, это приводит их в ярость, ну, просто невозможно ничего от них добиться, чтобы они, да, хорошо, но у нас не получилось, ну, как же так, ну, ничего, давайте так, у нас нет другой краски, пусть будет так. Как им это удается? Вопрос. Как им удается не быть агрессивными? И ответ на это, с моей точки зрения, такой. Они не делают моральные оценки состоянию, в котором они находятся, о чем их забота? Их забота о том, чтобы их либидо, энергия, циркулировала. Если есть запрет, значит, энергия копится, значит, она будет искать какой-то обводной канал, какие-то, как водощёлочку, она будет вымещена на что-то. Если этого нет, если я нахожусь в таком слиянии в круговороте, в мировом круговороте энергии, когда что не происходит, мне всё хорошо, это фактически есть принятие воли Божьей. Всё хорошо, за всё спасибо. У меня нет проблемы, моя энергия течёт. И это состояние такое благостное состояние. И, собственно, вот эти техники там ушу, цигун, это все техники, в которых они направлены на то, чтобы энергия, чтобы она была, чтобы не было блока, чтобы она циркулировала, и это приводит к гармоничному состоянию внутреннему, внутри человека и к гармонии с внешним миром. Ну, знаете, наверное, я на этом... А, вот, наверное, что я ещё хочу всё-таки сказать. Это про то, как зависть... Как зависть приобретает такую институцию, как она воплощается в социальных системах, как она признаётся социальными системами. Ну, например, прогрессивная шкала подоходного налога. Ты больше зарабатываешь? С тебя не 13%. Ах, ты получил наследство? Будь добр, поделись. Это как бы один вариант такой, да, того, как это работает. Ну, понятно, что зависть сто лет назад, в 917 году, привела к экспроприации, к революции, там, и так далее. Это тоже через создание другой социальной системы, где лучше пусть не будет... При ограниченности сознания, скажем так. И пусть лучше не будет ни у кого, чем у кого-то будет больше, да? И вспоминается Стенька Разин, который эту свою княжну, там, не моргнув глазом, бросил на набежавшую волну, потому что зависть его этих коллег по шайке была столь велика, что он предпочел отказаться от своего достояния и быть живым и целым, чем, на самом деле, отстаивать это достояние. Вот. И еще один из таких современных феноменов, да, проявления зависти, и это, кстати, интересно, если раньше такие традиционные ценности, как здоровье, дети, благосостояние, да, они как бы укрывались от чужого глаза, они выставлялись на показ, мы вот, мы быстренько уберем, что у нас тут коньячок на столе и сделаем вид, что у нас курочки не было, у нас скромные, да, когда соседи постучали, то в последнее время все наоборот. Люди начинают хвастаться тем, что у них есть и выставлять свое достояние, в том числе свое тело, свое здоровье, свою красоту на показ. Все эти селфи бесконечные. Интересно, что Киркегор считал, что тот, кто вызывает зависть, сам человек завидующий, он говорит, смотрите, я не хуже, чем вы, я лучше, чем вы. Ну, именно потому, что он знает эту зависть, он таким образом самоутверждается и, ну, как бы, достаточно полистать Facebook, чтобы посмотреть, что сегодня Киркегор торжествует. Да, этот человек завидующий, на самом деле, из каждого сайта, постов там и так далее, так и прет. Вот, и еще хочу порекомендовать такую книжку, если кто-то хочет, ну, в эту сторону поглубже посмотреть, это книжка немецкого социолога и психолога Хельмут Щек, его фамилия, и называется она «Зависть. Теория социального поведения». И он утверждает, что мы, в общем-то, вовсе не хомо сапиенс, человек разумный, а мы как раз человек завидующий, и это есть наша природа, и с этим надо считаться. Если мы это в себе признаем, то разоблачить в себе этот феномен, это чрезвычайно важно. И, ну, еще раз возвращаясь к лекарству от зависти, к благодарности, и к тому, и к Синеке, который на самом деле вот удивительно, как там, ну, две тысячи лет назад ничего не поменялось за это время, да, например, он пишет, что, ну, этому своему оппоненту «Не бойся совершать благие дела, опасаясь, что тебе, ну, не ответят благодарностью, что ты встретишь черную неблагодарность». Это очень часто бывает. Но и в жизни так. Мы бросаем семена в почву, и там засуха погубила, или там каменистая почва. Это не страшно. Один урожайный год с лихвой покроет несколько неурожайных. И ты встретишь человека, который тебя отблагодарит, и ты получишь удовлетворение от этого. И таким образом круговорот, значит, течения энергии добра в природе не прекратится. И что вообще-то, как совершать благодеяние, так и благодарить, ну, это, это добродетели, нужно не ради чего-то, а ради них самих, потому что они есть сами по себе благо. человек благодарный, уже сделал благо сам для себя, ему уже хорошо, и это не важно, как ощущает тот, кого он благодарит. И, ну, что бы еще такое, что бы мне еще не забыть, я когда закончится эта лекция, начинаю вспоминать, я вот это забыла сказать, и вот это забыла сказать. И хорошие мысля приходят опосля, но, наверное, этого не избежать, поэтому не буду испытывать ваше внимание, и на этом закончу свою лекцию.